Доктор Кук очень многие люди талантливые, а вообще все, наверное, талантливые люди. У каждого есть огромный творческий потенциал. Не самореализуются, не проявляют себя и занимаются самоедством, подтачивают себя. Постоянно культивируют эти сомнения, эту неуверенность. И кажется, что они уже даже просто от этого удовольствие получают. Вот при этом не воплощая свои идеи, не реализуя свои умения и навыки, не проявляя себя, не самореализуясь. Вот, чтобы вы посоветовали таким неуверенным, вечно сомневающимся в себе людям, как преодолеть это, как стать уверенным, начать не думать, а действовать. И процвести, расцвести, засиять, засверкать всеми гранями бриллианта своего таланта. Освободиться от всяких условностей и требований. Что тормозит? Или это перфекционизм, стремление к совершенству. А у меня не получается. А вот какие-то завышенные требования. И это тормозит. А я уверен, каждому природа щедро одарила какими-то талантами, способностями. Кто-то не увидел в себе. Рассмотрите. Надо пробовать, экспериментировать. Делайте, не ставьте такие завышенные требования к себе. А, может быть, ориентируйтесь вначале на посредственное выполнение. Вы поставили себе этот уровень, а сделали больше, это радует вас. И есть куда приложить. Даже черновая, рутинная работа. Если включаем творческий потенциал, ту же самую рутинную или черновую работу можно сделать творчески. Она раскрывает возможности. Новый взгляд. И эта рутинная работа доставляет удовольствие. Черновая работа, проделанная, тоже дает отдачу. Получилось на 4? Замечательно. Постарайтесь сделать на 4 с плюсом. Не бойтесь ошибок. Мы на ошибках учимся. И никто еще не отменял эту народную мудрость. Мы приобретаем, учимся, делаем и стремимся к какому-то переходу на более высокий уровень, другие возможности. А просто ждать и сидеть, и только вариться в своих негативных. В корне меняйте свое мышление. В корне надо менять. Мы интерпретируем, что с нами происходит. Одну и ту же ситуацию можно интерпретировать в черном цвете. И все плохо. И эту же ситуацию можно увидеть со стороны позитива. От вашего мышления, мысли, что происходит с вами вокруг и в этот момент. А дальше от мыслей идет уже и поступки, и эмоции. Высокооктановое топливо, положительные эмоции. Восприняли ситуацию как возможность новая. Включайтесь, делайте. Поступки будут заряжены положительными эмоциями. А интерпретировали для себя, что это что-то нехорошее, лишняя помеха, забота, суета. Ну и будете воспринимать. И один шаг идет в сторону саморазрушения, или конфликта, или еще куда-то. Поэтому и вся почва для обид, чувства вины, в сторону депрессии, неудовлетворенности. Поэтому меняйте свои мысли. Умейте интерпретировать. Даже неудача может нам послужить хорошим стимулом для развития. Желаю вам творческого подхода во всем. Конечно, невротизация особенно мешает человеку как-то быть спокойным и преодолевать трудности, с которыми он сталкивается, может быть, и мыслить позитивно. А как вам, вот вы, как вам удается всегда быть спокойным, доктор Кук? Вот, вот это покой. Вы медитируете, занимаетесь самогипнозом, уделяете этому время ежедневно. Вот как вам удается сохранять спокойствие всегда? Ну, когда что-то действительно произошло, крупный инцидент, тогда только. А так я получаю удовольствие в пеших прогулках, в чтении литературы художественной. И сама работа меня подпитывает. И люди благодарны за работу. Ну, вот это все. Ну, вот смотрите. Мама укладывает ребенка. Двух лет. Он никак не может заснуть. Все-таки закрыл глазки. Она вышла спокойно из комнаты своего сына. Ну, теперь я посижу, прославлюсь. А через 20 минут дверь открывается, и выходит ее сын. И хихикает. Один вариант интерпретации. Ну, сколько можно? Никак какой не пастушный ребенок не умеет заснуть. Она будет сердиться. Она будет раздражение показывать. Может быть, даже и накажет ему. Она кричит на ребенка. Та же самая ситуация. А она интерпретирует себе в плюс. Как хорошо ребенок уже вот растет самостоятельно. Как не радоваться этому. Сам выбраться из кроватки. Пойду-ка я почитаю сказочку. Колобок. Надо почитать. Ласка, любовь. Одна и та же ситуация. А мысли разные. Как мы умеем интерпретировать для себя. Возьмите себе это на вооружение. Вообще, я считаю, что управлять своими мыслями и чувствами это гораздо круче, чем управлять государством. Конечно. И вот вы сказали сейчас, что вам огромное удовольствие, удовлетворение, счастье и радость доставляет помощь людям. И ведь это действительно огромное привилегие, помогать людям. Конечно. Я вижу, что люди справляются. Они проявляют творческий подход. Они задают вопросы. Делают открытие. Делятся со мной. Меня это радует, что так хорошо воспользовались моим опытом. Я передал опыт других людей, которые справились тоже. Я передал тем, кто нуждался в помощи. Они воспользуются. Это радует. Как может не радовать. Это замечательно. Все получается. Работа творческая. Никогда нет повторений. Потому что каждый человек уникален и неповторим. И ситуации, которые возникают, тоже. Не надо только творческий подход находить. Выход. Выход всегда есть. Я тоже думаю, что когда все мы будем друг для друга поддерживающей средой, помогать друг другу, тогда мы будем радоваться больше. И атмосфера будет радостная тогда. Да. И те невзгоды, трудности, которые выпадают, мы легче с этим будем справляться. Вот это самое главное. Вот такой позитивный настрой. Нам легче справиться с теми трудностями. Учитесь быть реалистами. В жизни есть и то, и другое. И надо с позитивным настроем легче и оценить ситуацию с разных сторон. И увидеть и черное, и белое, и плюсы, и минусы, и сверху, и снизу. И выбрать такую точку зрения, которая помогает справиться с этой ситуацией. Вот это дает позитивный настрой. Умение мыслить и извлекать из любой ситуации пользу. Даже из ошибок извлекать пользу. Будьте реалистами, добивайтесь невозможного. Конечно.